МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У меня к вам очень большая просьба рассмотреть вопрос о принятии региональной программы по обеспечению лечебных учреждений руководящим составом. В первую очередь, конечно, это касается муниципальных образований. Речь идет об участии руководителей здравниц в федеральной программе «Земский доктор». Я готов в ближайшее время с новым составом управления медпалат, я не знаю, какие у вас в органы управления, постричаться, мы пообсуждаем. Ну, не знаю, там, на вскидку. Если у нас «Земский врач» получает, например, миллион, давайте мы для главного врача сделаем, так сказать, в два, в три, в четыре раза больше. Сергей Морозов также заявил, что до 2024 года в региональный Минздрав передадут 160 квартир для молодых специалистов. Однако не обошлось без серьезной критики отрасли. В своем выступлении губернатор продемонстрировал страницы с критикой, где люди жалуются на бесконечные очереди, отсутствие лекарств и равнодушие со стороны медицинского персонала. Губернатор добавляет, что людей можно понять. По его мнению, отрасль сама не менее больна, чем пациенты. «На мой взгляд, одной из причин всех этих проблем – это слабое, недостаточно профессиональное управление и отраслью, и медицинским учреждениям. Мы должны с вами продолжить внедрение всех элементов, прежде всего, бережливости или нового подхода». По-новому заработает и сама медицинская палата. Сергей Морозов предложил ассоциации «Фиктивные шаги к оздоровлению». Это и более жесткий подход со стороны палаты к федеральному центру и перезагрузка медицинской этики. Так, в каждом медучреждении должна заработать специальная комиссия по моральному кодексу. Новые подходы должны повысить и качество корпоративной культуры. Система поощрения должна быть не только материальной, но и моральной. Хороший пример из международного опыта кадровой политики. Рейтинг главных врачей и их вознаграждение за лидерство. «Мы пока слабо, недостаточно работаем по юридической защищенности медицинских работников. В государстве сложилась неправильная ситуация, когда медицинские работники стали априори виноваты. Сделали что-то не так. То есть, вообще, в принципе, ликвидировано право на ошибку». Экс-руководителя медпалаты Виктора Корнева проводили под аплодисменты. Губернатор вручил ему знак почета за веру и добродетель. «За эти годы медицинская палата встала на ноги. Она окрепла и, более того, она заняла свое достойное четвертое место по результатам и по всей такой градации акцентов не только в ПФО, но и в Российской Федерации». В ноябре 2012 года региональная ассоциация вошла в Национальную медицинскую палату, председателем которой является знаменитый Леонид Рошаль. Ринат Алиулова, Александр Кудряшов. Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова